Сегодня день праздничный, сегодня Украина отмечает День Европы. Вчера мы 8 мая, как и весь цивилизованный мир, отмечали День Победы над нацизмом и День Памяти. Я зачитаю с точки зрения официальных названий. Вот Владимир Зеленский сделал 9 мая Днем Европы, а День Победы предложил на 8 мая. 8 мая в Украине, это теперь День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне. А 9 мая мы отмечаем День Европы. Такой законопроект и такой указ Владимир Зеленский подписал. Он сказал, что именно 8 мая величие Победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акта безоговорочной капитуляции Вермахта. И именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной. И я тебе хочу сказать, вот по моим ощущениям, сегодня, вот если 9 мая, вот что у меня сразу в голове возникает, какая ассоциация? Вот сегодня, когда говоришь 9 мая, у меня сразу перед глазами возникает жуткая перекривленная ботоксная рожа Путина с клыками, окропленными украинской кровью. И такие же жуткие, обезображенные безинтеллектуальной жизнью лица, рожи русских оккупантов. Дима, вот скажи, пожалуйста, я хочу у тебя спросить, вот что ты сегодня, с чем у тебя сегодня ассоциируется 9 мая? Олесь, я, мухи и котлеты для меня отдельно. Значит, рожа Путина, ботоксная, как ты сказала, с клыками, на которых украинская кровь, это одна муха. И она же котлета, в сторону ее. Мы об этом всегда говорим, еще будем говорить. Что такое для меня 9 мая? Всю жизнь для меня 9 мая был огромный праздник. Я помню времена, я родился в 67 году, через 22 года после окончания, как тогда говорили, Великой Отечественной войны. Мы сейчас говорим Второй мировой войны, и это правильно. И я застал еще огромное количество людей, которые ветеранов войны, настоящих, непридуманных. Сейчас сидят на параде в Москве ровесники Путина, и они считаются ветеранами войны. Они родились после войны, но они считаются ветеранами. Я застал настоящих ветеранов еще, людей, которые не любили рассказывать о войне, которые не любили советские фильмы о войне и говорили, что это все сказки. Которые плакали в День Победы, когда они надевали ордена и медали. Они плакали, потому что для них, они понимали, что такое этот день. Они не могли никому сказать об этом. Потому что это День Памяти и День Скорби, по-настоящему. Памяти и скорби. Потому что если говорить в двух словах, это мы сейчас умные уже, это мы сейчас понимаем. Тогда что мы ничего не понимали, у нас не было альтернативной информации. Она вся появилась потом. Мы же не знали, что был пакт Молотова-Риббентропа, заключен в 1939 году. То есть мы знали, что был пакт о ненападении. Но это был пакт Молотова-Риббентропа, скрепленный Сталином. Где, согласно которому, союзники коммунистические советские союзы в фашистской Германии, Сталин и Гитлер, клялись друг к другу в дружбе, деребанили, делили Европу, барварски делили Европу. Это тебе, это мне, это тебе, это мне. Таким образом, Сталин, Советский Союз, НКВД, ЧК зашли в страны Балтии, оккупировали их. Зашли в часть Польши, часть Румынии, часть Венгрии. То есть это чистая оккупация. И сдали Польшу, сдали все, что могли. То есть мы же не знали тогда, что Советский Союз аж по июнь 1941 года помогал фашистской Германии в ее оккупационных делах. Присылал ей вооружение и природные полезные ископаемые и так далее, и так далее. Мы же этого тогда не знали. Мы не знали, что Советский Союз собирался первым напасть на Германию. Сталин готовился к рывку, о чем писал и Виктор Суворов, и Марк Солонин, и рассказывали мне в интервью. Это бесценные интервью, которые посмотрели в Ютубе десятки миллионов человек. Мы не знали этого. Мы не знали, что Гитлер просто перехитрил Сталина и напал первым. Что Сталин, уничтоживший командный состав своей армии, оказался преступно не готов к нападению фашистской Германии. Что в первые месяцы войны 4,5 миллиона советских военных военнослужащих попали в плен к вермахту. Мы же всего этого не знали. Мы не знали, что несчастных советских солдат гнали на минные поля с автоматиками одними, с винтовочками. И то часто с не игрушечными, а тренировочными такими. Потому что не было ни оружия, ни патронов, ни черта. Что Сталин и советский режим бросали десятки миллионов жизней. Ни в чем не поведали. И просто, знаешь, в горнила этой войны, не считаясь жертвами. Поэтому, конечно, 8 мая, сегодня это день памяти и скорби. Когда мы поминаем всех, кто погиб, пропал, без вести. Кто до сих пор лежит непохороненным. В российских полях массово непохороненным. Это у них приступы победобесия, все эти полки и так далее. Это все пропаганда. Они бы сначала похоронили сотни тысяч людей, которые лежат, кости которых гниют в полях и в лесах. Они же этим не занимаются. Легко пройти с флажками погибших дедов, с изображениями. А потом выкинуть это где-то на мусорку, как они это делают. Это скотская вообще страна, Россия. Я перехожу к ней. Поэтому присвоившие себе, кстати, празднование победы над нацизмом. Они как будто не хотят понимать, что погибли миллионы украинцев. Что без украинцев, без Украины этой победы не было бы. Они не хотят вспоминать, что огромная роль в достижении победы над Гитлером принадлежит союзникам, Соединенным Штатам Америки, Великобритании, которые потеряли в боях с немцами сотни тысяч солдат, которые с помощью Ленд-Лиза поставили такое количество вооружения, машин, опять-таки спирта, бензина и так далее, Красной Армии, Советской Армии, что без этого тоже никакой победы бы, конечно, не было. История перековеркана, запутана, очевидцы молчали, а кто не молчал, тех ссылали или расстреливали в советское время. Но все равно правду не скрыть, она все равно пробивается, и все равно мы многое знаем уже. Конечно, не все. Конечно, если бы Россия была демократической страной и открыла бы свои архивы, как сделала эта Украина, мы бы узнали много нового, интересного. Но они специально не открывают архивы, потому что это был бы удар по победобесию, это был бы огромный ущерб нанесен сегодняшней российской власти. Они же живут на победе, которая была, сколько это получается, 78 лет назад. Они же только этим живут. Они не живут сегодняшним днем, вчерашним. Они живут, у них победа, Гагарин и Крым наш. Все. Что они сделали для своих людей? Я уже не говорю для человечества, но как не стыдно. Ветераны вермахта до последнего времени в Германии, чистенькие, холененькие старички. Ездящие на Мерседесах до Ауди, живущие в своих домах с шикарными белыми зубами вставными. Посмотрите на ветеранов в России. Это кошмар. Во-первых, их уже почти не осталось, но это кошмар. На что эта страна поганая обрекла людей, которых сама же бросила в горнила развязанной имиджи бойни. Фу, отвратительная страна, отвратительная история. Об этом можно говорить часами. Я просто слишком много знаю. И иногда мне кажется, что лучше бы я этого не знал. Сто процентов. Ну, обсудим мы сейчас то, что сегодня происходило на Красной площади. Дело в том, что к Путину приехали шесть. Сейчас посчитаю, сколько. Семь, Олеся. Семь. Семь? Я тебе перечислю. К нему приехали. Президент Таджикистана Рахмон – раз. Президент Узбекистана Мерзиев – два. Премьер-министр Армении Пашинян – три. Президент Туркменистана Берды Мухаммедов – четыре. Значит, ну, естественно, Верный Лукашенко – пять. Президент, к сожалению, президент Казахстана – такая, в шесть. И кто еще приехал? Так, так, так. Так, так. Кто-то седьмой еще. Сейчас я вспомню. Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан. Жапаров, Жапаров еще президент Киргизстана – семь. Семь руководителей стран, близких к России. Я скажу о том, что мне понравилось. Мне понравилось, что не приехал Ильхам Алиев. Он, конечно, красавец, но это восток, дело тонкое. Он сказал, к сожалению, папы сто лет отмечаем у Гейдара Алиевича. Вот, и не могу приехать. Ну, то, что у папы сто лет завтра – это уже второй вопрос. И то, что папы двадцать лет как нет в живых. Ну, это такое, ну, это, конечно. А третий вопрос – то, что папа еще и в Америке скончался, умер. Ну, это уже, да, умер в Америке – это такое дело. Но Ильхам Алиев, конечно, проявил чудеса восточные. Слушай, для тебя такое, а для Путина важно. Поэтому тут, знаешь… Ильхам Алиев проявил чудеса восточной изворотливости такой, в хорошем смысле слова. И не приехал к этому чухану на его праздник. Мне очень больно от того, что приехали эти семь лидеров. Ну, мне не больно за Лукашенко, мне чихать на него давно. Кстати говоря, обратите внимание, наши уважаемые зрители, нас смотрят уже семь тысяч четыреста пятьдесят человек. А обратите внимание на то, что Лукашенко еле ходил, еле дышал. То есть он явно очень болен. Я думаю, что его уже Россия подтравливает потихоньку чем-то. Это мое предположение, но он плох. Он грузный стал, тяжелый, большой. Ходит плохо. И показательно то, что когда Путин с лидерами этих стран, приехавшими к нему на Шабаш, пошли пешком по Красной площади, Лукашенко даже с ними не пошел, он не может идти, видно. Но было видно, как он выходил из машины и как он тяжело шел. Это походка глубоко больного человека. Ну и самое интересное, что он не остался на таком, не завтраке, на обеде, который Путин устроил для этих ребят в грановитой палате. Лукашенко там не было. То есть видно совсем плохие дела у него. Что еще бросилось в глаза? Такаев не одел Георгиевскую ленточку. Все остальные одели. Это такие вещи, которые не могут пройти незамеченными. Это символы, это знаки.